Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди. Сереж, я строгая руководитель этого всего. И зрители такие, да, 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 это про меня. Ну, мучаю знакомых, да, мучаю своих друзей. Сейчас вся моя команда, короче, такая, ё-ё, господи, опять. Ну, вот сегодня вот кто-то что-то выкрикивал, мужчина очень возбудился, хотел познакомиться. Когда зрители смеются, мне очень нравится. Сациви, хали, сыр коса, трех разных видов колбаса. Трех разных видов соуса и пива козел. Ну, думаю, ядрён батон, всё отработаю потом. Хотя с набитым животом в лежачей позе. Серёжа как-то сказал, у нас был сборный концерт, пришли артисты, всё такие, а, у, а, ну нормально. А мы приехали за три часа, да, и репетировали. Давай это вот порепетируем, а вот, а ещё то, что не читаем, всё равно порепетировали. А это тоже порепетировали. О, вот это оставим, а вот это вот в следующий раз. Ну, вот мы любим репетировать. Мне бы спросить совет, да нету горя. Мне бы тебя подвезти, да нету места. Любая реакция зала – это опыт. Иногда зал бывает лирический, иногда бывает саркастический. В Челябинске всегда саркастический зал. Они с удовольствием смеются. И в этом даже лирику я читала так довольно весело. Они даже на лирике смеялись, не только на сарказме. А иногда бывает всё сидёт и тихо, спокойно слушают, внимательно. Тогда можно почитать какие-нибудь такие длинные стихи. Когда люди хотят, просто сидят и слушают. Зависит от города, на самом деле. Они были в восторге, но я не знаю, как-то вот так вот переключила их, раз какой-то пошёл восторг. И они прям на каждую реагировали, а там же всё равно настроение. Потому что темы были близкие, потому что были близкие темы. Я стараюсь подбирать подборку стихов так, чтобы для каждого зрителя была близкая тема. Потому что есть мамочки, да, и они говорят, вот лучшее было про детей. А кто-то скажет, лучшее было про замуж. А кто-то скажет, ну ещё что-то. Нет двух одинаковых зрителей. И поэтому я стараюсь, так как я пишу на разные темы, я делаю такую подборку, чтобы каждому зрителю было стихотворение. Для Фейсбука. Плачет Таня. Мячик тонет, как Титаник. Посадили мишку на колу. И коррупция во всём. А бывает вот от толпы, да, ну от зрителей, от читателей, когда вот больно? Или уже, ну, есть иммунитет? Что может вот прям вот как-то, ну раздосадовать? Или это такой вопрос настроения? Когда сегодня одно больно, завтра, да? Пофиг. Ну, это же опыт. Это опыт. Зритель бывает разный. Бывает зритель интеллигентный, бывает зритель хамский. И у нас большой опыт ещё кабаков. Нам нравится в кабаках выступать. Когда люди сидят, вообще пьют, едят. И это такой опыт, после которого уже ничего не страшно. То есть после кабака выступить в зале большом, это намного проще. Потому что человек пришёл в кабак для того, чтобы расслабиться. Он пришёл не для того, чтобы узнать что-то о современном искусстве, в каком бы жанре оно ни было. Он пришёл как бы, ну, весело провести время. И там уже, ну, вот там сложнее. Потому что ты должен регулировать настроение зрителя. Если ты ему прочитал первое отделение очень смешанных стихов, и там все смеялись, то потом начнётся лирика. Можешь сказать, ну, давай, люди, послушаем лирику. Ну, давай, ты послушали лирику. Но её должно быть именно столько, сколько вот человек в кабаке может послушать лирики. Однажды мы встретимся где-нибудь на вечеринке, И мне будет 30, а вам посчитайте сами. Вы будете с юной и очень худой блондинкой, А я, седоватый мужчина, с подстриженными усами. То есть моя фишка — это новые темы. Это новые темы. То, о чём ещё никто не написал. И инновации связаны в моём случае с интернетом, так как интернет, он порождает большое количество новых отношений между людьми. И интернет очень много значит. И вот как меняется мир женщины с приходом интернета, инновацией. Появились сторис, да? И это только кажется, что вроде появились сторис, А это какая-то техническая история. А кто-то уже своим любит, выкладывает сторис специально, Чтобы их любимый посмотрел. Кто-то пытается своих бывших владеть. Кто-то пытается, не знаю, карьеру построить. И то, как проявляется жизнь человеческого духа через инновации, И это одна из моих любимых центов. Лучше глупость взболтнуть о хоккее, Чем валяясь в обнимку взболтнуть, Что вот эту кровать из икеи собрала за 15 минут. То есть ты говоришь о какой-то вещи очень острой, Очень волнующей. И зритель такие, да, 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 это про меня, это про меня. А когда зритель, он чувствует, Ну, как бы он сопереживает тебе, И вы с ним как будто бы братья-друзья, Конечно, он хочет ближе познакомиться, Выразить свою реакцию. Когда зритель смеется, мне очень нравится. В человеческой жизни у нас не появляется новых чувств, Не появляется новых желаний. Понимаете, в чем дело? Они все те же самые. Меняются только предлагаемые обстоятельства. И писать о вечных проблемах в новых предлагаемых обстоятельствах. Это вот моя любимая история. Ведь я, подражая ее на Джульетте, Теряю сознание от мурашек И переживаю безумный кураж, Когда мы с вами вдвоем. И если вы все-таки мне ответите И скажете, что просто долго болели, То я непременно надену колье И поеду к вам на район. Аплодисменты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Аплодисменты